Страшную вещь я вам сейчас покажу и расскажу про нее. Вещь действительно невероятная какая-то, убойная и неземная. Все знают эту пластинку. Даже те, кто никогда не слышал группу Металлика, все знают все равно про группу Металлика все. Ну или почти все. Собственно, знать про нее нечего. Знать про нее нужно, что это лучшая группа из всех существующих металлических групп. Была, есть и будет. Клифф Бартон, Ларс Кулерих, Кирк Хэммет, Джеймс Хэдфилд. Вот эти замечательные молодые пареньки, которые создали удивительный шедевр под названием Мастер оф Паппетс. Если мне память не изменяет, это было в 1986 году. Музыка невероятной совершенно смысловой нагрузки. И музыка достаточно провокационная, потому что эти ребята являются могильщиками духовными десятков тысяч молодых и не очень молодых музыкантов, которые, услышав Мастер оф Паппетс, бросились играть по клубам и по гаражам что-то похожее. И на этом их сознательная жизнь закончилась. Потому что сыграть похоже невозможно. То есть сыграть вот это самое все снять можно, а придумать что-то такое же невозможно. Поскольку композиторский подход группы Металлика таков, что вот эти нелогичные совершенно гармонические и мелодические построения, их можно сделать только один раз. В том смысле, что одним составом их можно сделать, у других уже ничего не получится. Получится либо абсолютно традиционная музыка, такая построенная на четырех четвертях, как играют все Джудас Прист и Слейт и прочее, прочее, прочее. Либо же получится такой смурняк и такая ахинея музыкальная, что слушать ее будет просто невозможно, уныло, гнусно, грустно и тошнотворно. Чем и занимается огромное количество молодых металлических музыкантов. Пытаясь сделать такую же оригинальность, такую же красоту и такую же совершенно красивую нелогичность музыки, как у Металлики, когда не доигрывается квадрат, или переигрывается квадрат, или не допивается квадрат, или вокальная линия выходит за квадрат и тащится дальше куда-то. Так вот просто раз и сделать не получится. Для этого нужны мозги вот этих самых ребят, у которых это получилось и получилось уникально. Ну, что об этом говорить? С этим все понятно. Это у нас 86-й год, а это у нас вот 2021 год. Вот такая пластинка группы Dream Theater. И что же здесь играет Dream Theater? Название песен перечисляю. Battery, Master of Puppets, The Thing That Shall Not Be, Welcome Home Sanitarium, Disapposable Heroes, Laper Messiah, Orion Damaged. То есть целиком пластинка Master of Puppets. Вот такое бывает. Вот такие пластиночки. Это двойник. Несмотря на то, что сыграно практически почти нота в ноту, сыгран альбом Master of Puppets. Но, тем не менее, вышла пластинка... А, вот еще компакт-диск здесь есть для тех, у кого нет винилового проигрывателя. Вышла пластинка в 2021 году. А записана она, если мне память не изменяет, в 2002 она записана. Это концерт. Альбом же вышел в 2021. В 2021 вообще вышло у них штук 5 вот таких альбомов, где они играют трибюты. В основном это трибюты самим себе. Они переигрывают на концертах свои студийные альбомы. Но есть и вот такой вот интересненький Master of Puppets. С записью этой пластинки артистам пришлось потрудиться. Я читал интервью про это дело, про запись этого альбома. И пишут замечательные музыканты. Точнее, говорят о том, что, например, снять гитарные партии невероятному Джона Петручча оказалось не так-то просто. Несмотря на то, что Петручча может сыграть все, как вы понимаете. Это виртуоз, которому просто только дай руки, гитару. Он сделает все, что хотите. Но это и слышно даже на альбоме. Он играет соло в Металлике. Но такое ощущение, что все время себя сдерживает. Что все время бьет себя по затылку. В те моменты, когда он играет. Бац! Еще играет, играет. Бац! Опять. Потому что его... Такое ощущение, что его тянет все время в свои привычные мелодические построения. А у Металлики мелодические построения совершенно шизофренические. И вот эта вот красота DreamFead здесь не канавит. Здесь надо играть так, как играет Металлика. И больше никак. По-другому не получится просто. И поэтому ему пришлось, ну не то чтобы переучиваться, но вдумчиво очень подходить к разбору вот этих самых партий. А одно дело, я понимаю, я видел много очень в Ютубе молодых музыкантов, которые хвастаются. Вот, трибют Металлик, я сейчас сяду, сыграю и играет. Но одно дело перед компьютером здесь сыграть. Другое дело на стадионе. В составе группы DreamFead. Это с такой заводкой невероятной. И сыграть это правильно, чисто и хорошо, как это получается у Петручи, это, парни, не так-то просто. Ну, мне так кажется. Я не знаю, может быть, вы играете лучше, чем у Петручи. Тем не менее, он говорил сам, что потрудиться ему пришлось. Так же, как пришлось потрудиться всем остальным. И Джордану Рудосу, в первую очередь. Потому что у Металлики сколько гитар в составе? Правильно, две. Кроме баса, да? А у Динсета сколько? Совершенно верно, одна. Но играют-то две гитары. Одна играет ритм, хэтфилд, да? А вторая играет соло. И пришлось Рудосу имитировать ритм-гитару Джеймса Хэтфилда. Для чего ему пришлось? Повторюсь, извините, два раза слово пришлось. Повторюсь еще в третий, четвертый раз. Пришлось ему придумывать, как перестроить тембры на клавишах. Это не я несу пургу, это он сам говорил в интервью. Пришлось ему работать с тембрами, изобретать какие-то свои примочки, свои какие-то еще приборчики, чтобы добиться тембра, который называется «Рычащая свинья». Это название придумал тоже Рудос. И вот с этой самой рычащей свиньей он играет партии Джеймса Хэтфилда на клавишах. Очень похоже местами, но иногда очень странно, потому что звучит все, звучит гитарный дуэт. Вот если не видеть того, что играет Динсета, да? Что играют клавиши и гитары. А вот так вот слушаешь альбом, звучит гитарный дуэт, а потом вдруг одна из гитар перерождается в клавиши. И пошли подсаживали клавишные. Гитара куда-то исчезла. Одна, вторая осталась. Но очень красиво все. Нота в ноту и с большим задором. Поет Лабри удивительным совершенно голосом, не похожим на себя. Видимо, стараясь уйти куда-то в сторону металлики, отойти от Динсета. Но в результате получается Роб Халфорд. Иногда не все время, но иногда очень похоже делается на Халфорда. Тем не менее, все хорошо все равно. Качество записи не очень хорошее, но и неплохое. Вполне можно эту пластинку купить и слушать. И компакт-диск можно купить и слушать. Это не вылизанная студийная запись. Никакого овердабинга нет. Никаких наложений сверху концертного звучания. Все как на концерте сыграно, так и записано. Как в кино говорят, как написано, так и снято. Этим эта пластинка и хороша. Но надо сказать, что музыканты Дримсета металлику очень любят. Они все в один голос об этом говорят. Что удивительно. Потому что мне казалось, что у них вкусы несколько другие. Насколько я знаю и читал про них. И слушал разные их бэксайд-проекты. Майк Портной вообще страшно любит группы Битлз и Дэвида Боуи. Как выяснилось, к радости моей. Но кроме этого всего, он очень любит тяжелый рок. И в частности металлику. О чем и говорил в интервью тоже. О том, что с барабанами ему пришлось поработать сильно. Поскольку барабаны группы металлика. Они тоже обладают своеобразием неким. Прекрасный барабанчик Ларс Ульрих. Которого Портной очень любит. Как барабанчик. И говорил об этом. Мне очень нравится Ларс Ульрих. Несмотря на то, что он и из метра выходит вперед. И назад из метра выходит. И со звукоизвлечением у него тоже иногда не все в порядке. И внутри метра он тоже начинает вдруг неожиданные какие-то штуки делать. Но при этом он прекрасный шоумен. И большой изобретатель. И вообще, когда я... Лично я, когда слушаю группу Металлик. У меня такое ощущение создается, что большинство песен, большинство музыки придумано барабанщиком. Потому что вот эти невероятные ритмические сбивки всех вместе. Все вот эти вот ритмические конструкции Металлики. Они интересны. Больше всего, мне кажется, барабанщик. На самом деле. И видел я несколько эпизодов из студии, где Металлик записывает свои альбомы. Ларс Ульрих там бегает и командует и гитарой, и басом, и всеми-всеми-всеми. Как вот здесь вот синкопочку. Вот здесь еще сделать рисуночек. Вот так-так-так-так-так. В общем, Портному тоже пришлось постараться, чтобы передать вот это зверство игры Ларса Ульриха. Передал, надо сказать. Но одно только но, что Dream Set звучит, конечно, по-другому. Несмотря на то, что тембры сняты все, все похоже, все нота в ноту. Но Металлика, эта музыка все-таки приземленная. Это такой гусеничный трактор, который несется с дикой скоростью по полю, сметая все на своем пути. И разбрасывая гайки, шурупы лишние, какие-то ошметки, куски жести и прочее, прочее, прочее. А Dream Set здесь играет все то же самое. Так же громко, так же яростно. Но это такой звездолет, который прилетает над нами. И улетает, исчезает в тучах. То есть группа все-таки воздушная и полетная. Несмотря на громкость и тяжесть своей музыки, они все-таки летят. Вот в этом они на Металлику не похожи. Во всем остальном это два брата-близнеца. Так что любители Металлики, любители Dream Set'а, милости просим в мир тяжелого ракешника. Dream Set'а играет песни группы Металлика. Точнее не песни группы Металлика, а альбом Master of Puppets. После вышесказанного всего я, пожалуй, пойду пить. Спасибо за внимание. С вами был я. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок